Откройте, пожалуйста, дверь. Нам как МЧС вызывать, мы к себе попасть хотим. Да, определитесь. Определяйтесь, давайте. Определиться с той стороны забора не могут уже две недели. Анна Калабушкина – одна из активистов группы обманутых дольщиков. Восемь лет эти люди называли себя именно так – обманутые дольщики. Но недавно граждане добились банкротства застройщика и права распоряжаться недостроенными домами. Сейчас наш статус очень изменился. Мы радуемся вместе с людьми большим нашим успехом. Теперь мы в официальном реестре кредиторов данного человека. Также у нас заведено уголовное дело. Меня признали потерпевшей по уголовному делу. Сейчас это все в процессе. Документы на руках. Казалось бы, бери судьбу в свои руки и думай, что дело с недостроен дальше. Но не тут-то было. На данный момент непонятные люди захватили территорию, которая уже по решению, по постановлению суда не является их собственностью. Мы не можем зайти на эту территорию, потому что они повесили свои замки. Они разговаривают с нами очень неприятно. Они не пускают туда никого. Мы также попытались узнать, что за люди охраняют в данный момент недостроенные дома. Здравствуйте. Меня зовут Максим Козлов. Я журналист телекомпании «Видное ТВ». Мы вот пришли, нас пригласили жители снять ситуацию. С ними мы поговорили. А можно узнать вашу версию происходящего? Можно с кем-нибудь из вас поговорить на эту тему? Нет, комментариев не даем. Мы вас не приглашали. Ну, не приглашали. Ну, просто, понимаете, вас обвиняют в таких вещах. А вы комментарии никакие не хотите дать, да? Чтобы полиция подойдет, мы обращаем все. Хорошо, спасибо. Увы, с нами разговаривать тоже не захотели. За долгие годы борьба с недобросовестным застройщиком превратилась в бесконечную череду судебных тяжб. И каждый из сторон имеет свои, когда законные, когда не очень доводы. Люди за забором тоже заявляют, что имеют на руках документы, но показывать их не спешат. Мы имеем полное право документально заходить на эти объекты. Более того, 9 мая, очень символично, но для нас это большая борьба и была победа. Мы на этот объект зашли, установили свою охрану, потому что имущество продолжало расхищаться, что нас, конечно, не могло не радовать. И установили свою охрану, частное охранное предприятие наняли. Но, к сожалению, 16 числа ночью ворвались вооруженная толпа, 25 человек. Выгнали нашего сотрудника охраны и теперь до сих пор находятся там. На просьбы Анны Калабушкиной все же пропустить хозяев на объект с той стороны забора взывают к ее материнским чувствам. Анна недавно стала матерью. Вы, извините, находитесь в декретном отпуске. Вы можете права ребенка вообще не нарушать, как говорится, а соблюдать. А вам плевать на это. Вы какой-то вообще одиозный, какой-то идея непонятная, как говорится, вас захватила и начинаете здесь вообще заниматься герундой. Столь же нетактично общается бывший застройщик и его представители с другими членами инициативной группы. Он как бы обзывает мою жену, когда ему звонит, говорит, вот вы связались там с Аней, и вы поэтому там ничего не получите. И надо было ждать. Ну, как-то вот так вот. Ясно. То есть даже поступают угрозы, скажем так. Ну, не прямые, косвенные, да. То есть не говорит, что я тебя убью, но как-то так не очень хорошо. Люди обращались за помощью в разные инстанции, но получить реальную помощь смогли только от депутата. Я была вынуждена обратиться к депутату Государственной Думы Вячеславу Александровичу Фетисову, который, помимо того, что, ну, известный человек, он еще человек очень неравнодушный. И он за эту нашу ситуацию болеет, переживает. Законность была установлена, но через несколько часов все опять вернулся на свои места. Фетисов нас ожидает в понедельник, вторник. То есть мы эту ситуацию не отпустим, будем до конца разбираться. Приехавшему сотруднику правоохранительных органов загадочные люди показали не менее загадочные документы, после чего всем гражданам предложили написать заявление в полицию. Реально, люди вновь рассчитывают только на помощь депутата. Максим Козлов, Николай Карбанов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Продолжение следует...